коллеги мы продолжаем нашу трансляцию продолжит ее алексей я хочу вам напомнить что у нас остался один qr-код который вас отделяет возможно от призов и вопросов и алексей тебе слово давай продолжим нашу трансляцию и так коллеги у нас финальный бросок и мне хотелось бы в своей финальной презентации на сегодня но я напомню и повторю то что уже упоминала руслан что в январе ближе к концу мы хотим провести специальный сок марафон где может быть более детально раскроем и часть тем которые мы сегодня озвучивали и я получил часть вопросов на которые я не успею наверное ответить сегодня поэтому их на них специально подготовим отдельные может быть даже презентации потому что они требуют достаточно глубокого ответа а сейчас мне хотелось бы подводя некий итог вот этому онлайн мероприятию от компании циска в рамках сок форума рассказать о типовых ошибках с которыми мы сталкиваемся когда либо проектируем либо проводим аудиты либо разрабатываем дорожные карты для заказчиков которые хотят сок либо построить либо улучшить и вот это наверное такое двадцать одна ошибка это тот топ с которыми нам приходится сталкиваться и на который мы рекомендуем вам наверное эти грабли не наступать и я постараюсь хотя и времени не хватает дать какие-то рекомендации что делать и чего не делать в этом случае но наверное самая первая проблема с которой мы сталкиваемся постоянно это далеко не всегда и не все соглашаются и понимают с тем что такое security operation center мы как бы считаем что сок это мониторинга реагирования но как я сказал в своей предыдущей презентации перед русланом что сок это не мониторинга реагирования сок зависит от сервисной стратегии это может быть эротимминг это может быть и фишинговой симуляции и пентесты и управление средствами защиты и тиай и множество других вещей поэтому прежде чем внедрять сок покупать сок проектировать сок необходимо чтобы все заинтересованные лица понимали что это такое без этого проект не взлетит в принципе деньги будут потрачены зря лучше там сделать какой-то мозговой штурм на час на два даже на день но чтобы все участники договорились своим пониманием о том что для них сок и что они видят на выходе от этого будет зависеть и успех всего проекта следующая как бы ошибка это неверная операционная модель я про нее тоже упоминал немного в другом контексте но очень часто действительно бытует мнение что существует либо сок он прям или in-house и сок аутсорсинговый опять же это в корне неверно операционных моделей существует несколько десятков когда в зависимости от количества сервисов они могут быть разнесены между различными компаниями у нас может быть главный сок региональный сок если речь идет а например госоргане либо какой-нибудь крупной корпорации которая сидит в девяти часовых поясах в россии а может быть еще у нее есть дзо за пределами страны и ей надо охватывать своим мониторингом и европу и может быть латинскую америку и африку и азию и соответственно одним соком эту задачу не решить это будут разные соки каждый из которых будет решать свои задачи там головной сок например собирает сводную статистику региональные соки там или в макро регионах не только собирают локальную информацию но осуществляют реагирование локальное а при этом какой-нибудь там рейтиминг осуществляется внешним внешне какой-то командой аппентеста например внутренней команда ну и так далее то есть все это так плавно перетекает из бизнес-единицы в бизнес-единицу что нельзя четко сказать что вот есть только две модели построения сок это тоже надо понимать поэтому когда мы часто тоже слышим применительно к рассказу о секур иксе о котором говорил руслан что мы никогда не отдадим в облака данные потому что облака это небезопасно но дальше задаешь вопросы а dns у вас чей и компания говорит ну у нас dns да там 4 восьмерки то есть гугловый то есть вот уже мы используем зарубежное облако а вот этот сервис у вас чей тя и вас чей ну как минимум это тя это может быть финсерт или госсопка а может быть это там от касперского а может быть это вайрус тотал или там сред крауд или какие-то другие бесплатные источники вот у нас опять возникает вопрос что тя у нас тоже зарубежные то есть это как правило там внешняя зарубежная площадка поэтому нет деления либо так либо так это разные варианты причем они с течением времени тоже меняются от этого будет зависеть очень многое и разделение ответственности вот был вопрос как разделять ответственность к сожалению на него так просто не ответить мы наверное отдельно сделаем презентацию в рамках сок марафона который будет осуществляться в конце января следующего 22 года отсутствие средств мониторинга ну вроде как смешная ошибка но у нас тоже бывают регулярно вопросы когда заказчик приходит и говорит мы хотим сок вот есть требования 187 закона или приходит финансовая организация говорит нам нужен сок потому что нам надо отдавать инциденты финцерт задаешь вопрос какие средства у вас есть для мониторинга для защиты вот в продолжение рассказа руслана о пирамиде зрелости по источникам то есть какие источники у вас есть для сбора данных об инцидентах об угрозах и ответ вот у нас есть фаервол на периметре антивирус на инпоинтах на рабочих местах и все да и все но возникает вопрос зачем тогда организации нужен сок он будет абсолютно бессмысленен потому что только фаервол и только антивирус вот эта пара ловит очень мало чего там какие бы они навороченные не были все-таки антивирус должен быть заменен на что-то а-ля идиар фаервол должен быть расширен там функциональностью next generation это ips это url фильтрация это борьба с средоносным кодом на сетевом уровне а еще необходимо мониторинг кампусная инфраструктура с помощью решения идиар а еще в идеале мониторить dns трафик и так далее и так далее то есть источников много сюда еще добавляем логи от того же самого там актив директор и сюда же добавляем логи от бизнес приложений и так далее то есть у нас получается много источников и это точно не два не firewall антивирус то есть если у вас есть firewall антивирус явно начинать надо не сока а с расширения числа сенсоров которые будут собирать сигналы тревоги которые затем будут анализироваться в соке следующее как бы это отсутствие моделирования угроз сейчас мне хотелось бы показать небольшое видео и я хотел бы чтобы вы на него обратили внимание и посмотрели что вы там увидите вот этот небольшой ролик он показывает что можно обращать внимание на очевидные вещи и забывать вещи не очевидные о которых мы просто не подумали поэтому еще одна типовая ошибка когда сок пытается мониторить абсолютно все и в итоге не мониторить ничего поэтому то что о чем упоминал уже руслан необходимо начинать с неких юз кейсов причем нет универсального перечня из кейсов есть наверное такой некий рекомендуемый топ-10 который не зависит от организации хотя и он претерпевает изменения например с точки зрения там удаленки раньше если человек зашел в локальную сеть сразу после входа vpn это была аномалия не мог человек одновременно работать удаленно и локально сейчас в условиях удаленки это нормально человек залогинился vpn а потом там подключился по rdp к внутренним каким-то ресурсам то есть поэтому даже этот топ-10 меняется но самое главное что вот этот набор юз кейсов он позволяет с чего-то начать а затем его можно расширять по мере того какие задачи нас дополнительно возникают поэтому юз кейсы это той чем и циска занимается при проектировании соков это на что необходимо обратить внимание при создании либо эксплуатации своего собственного сока иначе можно опять же потратить много денег и не получить того результата который мы хотим дальше это соответственно ситуация связанная с техниками и мы не понимаем какие техники нам надо мониторить то есть не только какие угрозы по там гамбург скому счету по крупному должны мониторить но и какие техники там неважно это может быть мальтер атак либо это может быть матрица в стековская там существует маппинг о котором упоминал руслан действительно как бы мы его готовили здесь идея в другом что вот в рамках например наших сервисов мы всегда оцениваем во первых какая для данной организации будет актуальная матрица техник то есть что встречается чаще всего ли то что считается актуальным для данной организации исходя из этого будут оцениваться источники телеметрии которые есть либо нет в организации подключены ли они либо нет ну и соответственно будут оцениваться механизмы обнаружения угроз потому что это тоже будет завязано на те угрозы на те техники которые мы для себя посчитали актуальными еще одна достаточно типовая проблема это психологическая слепота сейчас будет небольшое видео и я бы хотел попросить всех участников кто смотрит эфир посчитать количество передач мяча между участниками видео это популярное видео я его регулярно показываю на различных эфирах но вы поймете дальше о чем идет речь и так сколько мячей было передано в процессе данного небольшого ролика и так правильный ответ как я уже сказал 16 передач но на самом деле загадка то заключалась не в этом и основная мысль заключалась в том что вы должны были мониторить и отслеживать не только количество передач но и то что происходит на заднем фоне в частности заметили ли вы гориллу которая прошла справа налево через весь экран если заметили отлично если нет то это есть психологическая слепота когда вы заточены на мониторинг одного и совершенно пропускаете из виду вполне реальные вещи которые могут произойти в том числе с точки зрения инцидентов и б дальше заметили ли вы уход девушки в черной футболку то есть если вы заметили гориллу но не заметили уход девушки в черной футболке вы на самом деле попадаете в очень небольшое количество счастливчиков но это тоже говорит о психологической слепоте ну а если вы помимо этого еще и заметили смену цвета штор на заднем фоне то вы наверное человек который относится к тысячным долей процента в мире которые смогли это все отследить а вот наверное вы сможете работать отличным аналитиком сок за те десятки сотни тысяч рублей зарплата которых мы сегодня говорили в рамках антипленарки вот но это достаточно важный момент и при проектировании его тоже надо учитывать потому что долгое смотрение в монитор приводит к тому что человек как раз сталкивается с пропуском атак с пропуском инцидентов событий безопасности именно поэтому там мы регулярно на всех мероприятиях говорим о том что концепция или 1 или 3 она уже устаревает и человека вообще можно на базовых вещах заменять алгоритмами которые в автоматическом режиме детектируют многие вещи и соответственно передают человеку ну каких-то сложных случаях управления в остальном многие вещи можно действительно автоматизировать следующая ошибка это отсутствие плана обучения персонала потому что если у нас персонал не обученный то какие бы деньги он не получал какие бы бонусы плюшки у него не было сколько бы кактусов у него не стояло на мониторе для разгрузки сок будет неэффективен поэтому персонал должен постоянно обучаться и переобучаться там я упоминал в своей предыдущей презентации про стоимость обучения аналитика сок она действительно достаточно большая проблема это может решаться либо локальным обучением либо всякими корпоративными университетами для крупных организаций либо привлечением отдельных специалистов с рынка для там разового обучения своих сотрудников либо записи соответствующих курсов а также возможность участия в сети фах и тому подобных киберполигонах для прокачки навыков своих специалистов то есть без этого специалист очень быстро теряет свою квалификацию а сок теряет свою эффективность дальше то о чем говорил руслан это когда си сок фокусируется в своем ядре на 7 и это неверно сегодня 7 даже какой бы он навороченный не был это только часть нормального инструмента для аналитики и вот по нашему опыту в циска мы тоже начинали с мониторинга атомарных событий там с идеесов со firewall of и так далее но постепенно перешли на модель которая показана в правом верхнем углу слайда это 20 процентов на сигнатуры то есть классические там события атомарные 20 процентов на netflow который анализируется с помощью решения класса nta он же ndr то есть у нас это решение циска secure network analytics он же стелс watch 20 процентов на поведенческую аналитику решение класса юбей и 40 процентов на то что здесь на слайде называется intel ни в коем случае речь не идет о компании intel речь идет о сокращении от среда интеллидженс то есть обогащение событий приходящих от средств мониторинга за счет различного контекста страт интеллидженс фидов компаний техник и тактик и тому подобной информации для того чтобы повысить эффективность работой и от триллиона событий которые наш сок локальный цисковский мониторит ежедневно мы пришли всего к 22 инцидентам именно за счет как бы обогащение информации более эффективной обработки событий не только на 7 а на всем ядре нашего сока который включает себя сразу несколько компонентов это ndr для мониторинга кампусной сети и на базе netflow это edr для мониторинга endpoint в том числе мобильных решений это cisco secure endpoint решения и cdr то есть cloud detection response у нас эта функция выполняет решение cisco umbrella а также cisco secure cloud analytics а также cisco титрэйшен в зависимости от того о каком облаке идет речь там публичное приватное надо нам мониторить контейнеры не надо ну и так далее дальше отсутствие автоматизации то чем я говорил уже руслан я вновь повторю автоматизация это ключ к современному соку который оперативно может реагировать на инциденты без автоматизации мы очень долго времени тратим на расследование за это время злоумышленники могут реализовывать новые атаки и нам приходилось сталкиваться в практике когда в рамках какой-то атаки на которую брошены все силы сока реализуется другая менее заметная атака которая собственно гораздо более эффективна и более цена для злоумышленника то есть он одной атакой прикрывает другую более сложную благодаря которой он может находиться внутри инфраструктуры своей жертвой месяцами хотя там согласно нка цк и медианное время нахождения злоумышленника внутри корпоративной или ведомственной сети сегодня три-четыре недели хотя это очень много и это говорит о том что мониторинг только периметра или только инпоинтов сегодня явно недостаточно для построения полноценного сока и полноценной системы мониторинга информационной безопасности дальше это хранилище событий мы очень часто строя сок забываем что в зависимости от требований законодательства либо в зависимости от источников у нас может быть очень чувствительные требования к хранилищу к его объему а также к времени поиска потому что в зависимости от того какие жесткие диски мы используем там из дедишки ssd или hdd у нас время поиска в индексированных или не индексированных данных может отличаться на порядке это тоже очень важный элемент от некорректной оценки которого может снизиться удовольствие от работы с соком потому что если аналитик по часу тратит время на поиск ответа на свои запросы в сторону siema но это говорит о том что а сок был спроектирован неправильно в части именно система хранения но не говоря уже о том что хранение само по себе достаточно дорогое удовольствие особенно если мы собираем очень много данных в наш 7 или там в другие элементы нашего ядра сока и зачастую это не только события но и флоу а флоу по объему может быть гораздо больше чем просто атомарное событие а также для обеспечения доказуемости тех или иных противоправных действий мы можем собирать в ряде случаев пикапы а то и записывать целой сессии а это еще больше влияет на емкость хранилища которая будет изменяться уже не терабайтами не десятками терабайт а там вплоть до петабайт данных что требует достаточно дорогостоящего хранилища который мы должны учитывать в том числе и при бюджетировании сока о чем я упоминал в предыдущей своей презентации дальше это фокус на плазмы я могу сказать что в циске тоже есть плазмы но только надо понимать что в циске два сока один сок внутренней для работы собственно самой службы информационной безопасности сок один сок аутсорсинговый с помощью которого мы предлагаем услуги нашим заказчикам правда в россии мы этого не делаем у нас нет на это лицензии но в других странах вполне себе и у нас в этом внешнем аутсорсинговом соке есть плазмы для чего они там есть для красоты потому что когда вы приводите потенциальных заказчиков сок они должны видеть что это красиво что люди работают и что-то мигает летают ракеты с одного материка на другой как часто бывают различные карты атак в соках но никакой практической пользы от этого нет в принципе поэтому красивые плазмы нужны только для того чтобы поразить руководство и доказать что вы не зря тратить те большие деньги которые вам платят все остальное с помощью больших плазм вещащих на стенах сожалению не решается в обычной жизни у аналитика не больше двух мониторов даже три монитора уже невозможно работать как бы куча исследований по ситуационным центром это доказывает поэтому обычных два монитора а плазмы только для красоты хотя иногда это тоже важная задача доказать руководству что деньги были потрачены не зря именно поэтому создаются различные так называемые вар комнаты ситуационной комнаты в которых там а красивые панели висят на которых отображаются там какие-то циферки меняются диаграммки но к реальной работе сока никакого отношения это не имеет об этом тоже надо помнить зависимости от той задачи которую вы решаете вы будете принимать решение нужны вам эти плазмы в самом начале либо вы их отложите на потом когда у руководства встанет вопрос мы потратили много денег а теперь продемонстрируйте мне эффективность вложенных инвестиций вот тогда да может стать вопрос с этими самыми плазмами и что касается инвестиции это тоже очень интересно и не инвестиции эффективность очень интересная тема мы в рамках проектирования соков у нас есть отдельное как бы направление это разработка каталога метрик начиная от технических операционных и заканчивая стратегическими метриками для бизнеса для сока и был вопрос задавался в чате о том какие вот метрики правильные руслан упоминал что есть некие универсальные метрики типа там временных метрик когда мы взяли инцидент в работу когда мы закрыли инцидент для разных типов инцидентов эти метрики могут измеряться но мы должны понимать что бизнесу все равно когда мы взяли инцидент в работу либо нет бизнес оценивает эффективность инвестиций сок с точки зрения предотвращенных потерь предотвращенных простоев и тому подобных бизнес понятных показателей поэтому в зависимости от того что мы прописали в сервисной стратегии для кого строится сок какие задачи он решает бизнес метрики у нас могут быть разные и вот в рамках сок марафона в конце января мы отдельную секцию посвятим именно оценки эффективности сока с примерами но в качестве одного из таких примеров могу привести метрику стоимость учетной записи клиента финансовой организации в даркнете вот именно таким образом у одного из заказчиков оценивался сок его эффективность то есть когда эта стоимость даркнете растет это значит что сок работает эффективно он оперативно выявляет мошенников пробивщиков и блокирует такого рода попытки и инциденты тем самым увеличивая стоимость учетной записи клиента в интернете мы не можем на сто процентов предотвратить сливы и пробивы но задача наша там найти некий баланс между затратами злоумышленников и нашими затратами наша задача снизить свои затраты увеличить затраты злоумышленников если стоимость учетки в даркнете растет значит мы свою задачу выполняем и это очень хорошая метрика в основном для финансовых организаций а также для операторов связи поскольку согласно там статистики опубликованы в на прошлой неделе две основных категории организацию которых происходит наибольшее количество сливов данных персональных данных пробивов это финансовая организация оператора связи поэтому для них такая метрика может быть вполне себе интересны но опять же все будет зависеть от сервисной стратегии про контроль качества я также упоминал это внутренний аудитор который должен быть независимым от своего сока или даже если он находится внутри сока у этого человека или подразделения должна быть определенная свобода действий потому что он должен увидеть бревно в своем глазу точнее в глазу того сока в котором он работает выявлять слабую работу аналитиков когда аналитикам не хватает нужных скиллов когда аналитиков надо отправить на обучение когда технологии устарели их надо заменять на что-то более новое когда у нас не хватает источников телеметрии для эффективного покрытия всех новых систем которые появились в организации или когда нам необходимо оценить эффективность затрат например в источники фидов которые не дают никакого эффекта и вроде мы фиды получаем а никаких сработок в осиеме или в другом средстве мониторинга у нас с этими фидами вообще не происходит это значит что источник для нас бесполезно и лучше на него нет деньги не тратить не тратить наши ресурсы чтобы обогащать данными из этих источников наши события поступаемые в ядро нашего сока поэтому контроль качества а точнее его отсутствие это ошибка номер 13 следующая ошибка это в том случае если мы переходим к аутсорсинговому соку что делать после завершения контракта обычно когда мы обращаемся к соку аутсорсингу мы не думаем о том что будет если мы по каким-то причинам откажемся от услуг аутсорсингового сока а ведь это может произойти как внезапно так и по мере роста нашей зрелости по опыту многие соки которые были вначале аутсорсинговыми потом переходят на in-house они получили практику они получили навыки работы они отработали плейбуки они отработали взаимодействие специалистов они могут теперь выстроить все сами они переносят данные или просят перенести данные к себе контент обнаружение плейбуки а оно не переносится потому что тот сок который работает в аутсорсинге отличается от того, что организация строит у себя. А все потому, что она изначально не подумала, как будет осуществляться перенос данных к себе, как будет завершаться контракт с аутсорсером и переход на нового аутсорсера, либо на инхаус сок, в зависимости от того, по какой причине у нас осуществляется завершение контракта с текущей компанией. Обращайте на это внимание, это важно. Дальше начало строительство сок Сием. Мы тоже об этом говорили, Руслан про это упоминал, очень подробно рассказывал, почему Сиема недостаточно. Все-таки Сиемы заточены на атомарные дискретные события, которые поступают там в виде сислога, ивентлога с каких-то средств защиты. Если нам надо анализировать те же самые пикапы, если нам надо анализировать флоу, если нам надо анализировать сессии поведения, Сием нам не помогает. Либо это должно быть куча надстроек над Сиемом, что превращает его в монстра, который очень дорогой и тормозит постоянно. Поэтому кесарю кесарево и, соответственно, каждому типу телеметрии свои инструменты аналитики. Поэтому один из элементов наших сервисов по проектированию сока это оценка методов обнаружения. То есть, исходя из того, какие актуальные угрозы, какие техники, тактики у нас есть, мы оцениваем, насколько эти тактики покрываются существующими методами обнаружения. И могут ли те же самые IPS и Next Generation Firewall и какие-нибудь DLP, стоящие в организации, детектировать, ну, например, вещи, связанные с дампингом учеток на энпоинтах. И антивирус этого тоже, оказывается, делать не может. И нам надо либо использовать там какой-нибудь продвинутый аудит D, либо там сесмон задействовать под это, либо использовать решение класса EDR. И вот уже у нас выявлена некая несуразность с точки зрения того, что мы декларировали, то, что для нас актуально, и то, на чем построен наш сок с точки зрения телеметрии. Это тоже одна из популярных ошибок, которые мы видим, когда проводим аудит сока, либо проектируем сок, и заказчик нам устанавливает какие-то правила игры, а потом оказывается, что эти правила не совсем работающие. Также, как и вопросы масштабирования, у нас было несколько примеров, когда заказчик, российский заказчик говорил, что мы апологеты импортозамещения, и нам надо уйти от западных СИЭМов, СААРов, в сторону российских СИЭМов. Ну, как мы знаем, выбор российских СИЭМов, хотя и достаточно богатый, все-таки эти решения далеки по масштабируемости, по своей производительности от западных аналогов. И в одном из примеров оказалась очень непростая ситуация, когда на пилоте в рамках там московского региона российский СИЭМ показал себя на ура, но когда этот сок раскатали на всю страну, оказалось, что СИЭМ не справляется с потоком данных со всех часовых поясов и со всех ДЗО, коих было сотни, которые отдавали данные в головной СИЭМ. Пришлось строить кластеры СИЭМов в макрорегионах, по 5 СИЭМов в каждом макрорегионе, 5 макрорегионов, 25 СИЭМов, плюс головной СИЭМ, итого по 30 СИЭМов. Хотя можно было бы обойтись, да, может быть, не патриотично, но одним, гораздо более дешевым СИЭМом зарубежного производства, и в рамках проектирования это бы могло идеально выясниться. Но, увы, заказчик не подумал, и на этапе аудита это выяснилось, пришлось тратить гораздо больше денег. Да, заказчик продолжает сидеть на этих СИЭМах, да, он выдал задание техническое на доработку СИЭМа российскому вендору, но, как мы понимаем, задача эта непростая, там поменять масштабируемость для СИЭМа, поэтому, увы, пока заказчик плачет, но продолжает есть кактусы, а потому что как? Изначально СОК был спроектирован не совсем верно. То же самое, как и то, о чем упоминал Руслан, одна из ошибок, когда мы построили СОК без учета всех нужных нам источников телеметрии. Это тоже одна из задач, которую мы делаем в рамках проектирования либо аудита. Это оценка текущих источников, которые есть, и оценка того, чего нам не хватает, исходя из тех задач, которые стоят перед СОКом, с точки зрения комплайенса, моделирования угроз или бизнес-задач, потому что иногда нам необходимо подцепить какие-то бизнес-системы, например, 1С или САП в СИЭМ для корреляции событий на уровне какого-нибудь VPN и RDP, коррелировать данные с активностью внутри какого-то бизнес-приложения либо базы данных. Понятное дело, что нам надо иметь возможность собирать данные из бизнес-приложений, то есть мы должны оценить бы ли этот источник, но далеко не всегда оценивается, а есть ли вообще коннектор к нему. А кто вообще готов написать этот коннектор какому-нибудь бизнес-приложению, особенно если он в облаке, особенно если он по SaaS-модели разработан, и это какой-нибудь там отечественный SaaS-вендор, у которого в принципе не предусмотрено API к облачному сервису. И тогда опять же приходится плакать и даже кактусов нет, чтобы их жрать. И приходится пересматривать вообще всю концепцию построения сока из-за того, что изначально некорректно спроектировали систему мониторинга. Еще одна проблема – это отсутствие интеграции с IT. Это классическая боль вообще безопасности, не умение дружить с айтишниками. Но в соках, особенно в аутсорсинговых соках, это проблема вдвойне. Мы выявили уязвимость, благодаря которой злоумышленник залез в корпоративную сетку. Эту уязвимость надо запатчить, а у айтишников регламент установки патчей прописан так, чтобы делать это раз в 90 дней. И в итоге нам надо ждать 89 дней, пока до регламента дойдет руки, и пока айтишники запатчат систему. Все от того, что мы со своей стороны тикет в систему для айтишников отправили, а не контролируем его реализацию этого тикета, закрытие этого тикета и так далее. Это и некорректная система оценки эффективности сока, и отсутствие quality assurance, и неумение работать с айтишниками. И совсем проблема, когда у нас аутсорсинговый сок, мы забыли предупредить айтишников, что мониторинг ЭБ у нас отдан на сторону, и от внешнего аутсорсингового сока приходит нотификация о том, что вот здесь у вас некорректно настроен там рутер на периметре, а измените как сэслист, чтобы у вас не светился там какой-нибудь внутренний MongoDB в интернет. Айтишники говорят, а кто это такие, а пошли они вон, мы не будем реагировать на запросы от непонятных лиц. Опять же, потому что не проработаны регламенты взаимодействия, не прописаны СЛА между разными участниками целого жизненного цикла управления инцидентом информационной безопасности, который включает в себя не только ИБ, не только ИБ и внешний сок, но еще и айтишников, а зачастую юристов, а также бизнес-подразделения, которые используют те системы, в отношении которых могут быть реализованы те или иные инциденты. Отсутствие дорожной карты – это тоже проблема, потому что построив сок сегодня, очевидно, что он должен развиваться, он должен мониторить новые угрозы, он должен учитывать новое законодательство, он должен учитывать новые технологии, а это все должно быть предусмотрено в дорожной карте, в том числе и с точки зрения бюджетирования. Вот отсутствие такой дорожной карты – это еще одна популярнейшая проблема в тех проектах, где мы проводили аудиты, потому что сок создается здесь и сейчас, и мы не думаем о том, что будет через 3-5 лет, потому что мы радуемся от того, что нам дали денег сегодня и забываем про то, что сок – это постоянно требующий ресурсов проект. А без дорожной карты, к сожалению, мы не сможем понять, как это все будет развиваться, в каком направлении, какие ресурсы нам потребуются. Еще один предпоследний нюанс или кейс, или ошибка, с которой мы сталкиваемся – это отсутствие дорожбождов и нормальной отчетности. Это некое развитие проблемы, связанной с низкой эффективностью, или неумением оценивать эффективностью сок. Даже если мы смогли выработать какие-то правильные метрики, мы не знаем, как их визуализировать. А там тоже есть свои законы. Это не просто взяли кибану и вывели на нее данные из Сиэма, или не просто взяли с планка, разработали в его визуализаторе соответствующие правила, и вот нам он отрисовывает какие-то ключевые метрики. Ни в коем случае. Есть свои правила игры, свои правила восприятия информации, свои правила комбинирования цветов, правила визуализации. Где KPI, где оперативные данные, где подтверждение данных, как правильно выбирать диаграммы и графики, или там пай-чарты для дашбордов или для отчетов. Без этого дашборд не работает. Без этого он, наоборот, вызывает только вопросов. Без этого он, руководство, вызывает чувство глубокой озадаченности. А руководство, которое тратит на наши хотелки миллионы, не любит чувствовать себя озадаченными, не любит чувствовать себя дураками. В этом случае в следующий раз они денег не дадут. Поэтому как театр начинается с вешалки, так и сок зачастую начинается с красивого отчета, как бы ни смешно это ни звучало, или с красивого дашборда. Потому что именно зачастую по дашборду или отчету оценивается, насколько сок эффективен, а не потому, сколько атак, сколько инцидентов мы предотвратили. Ну и последнее, это ложные срабатывания. Это тоже достаточно частая проблема. Вот Руслан уже приводил цифру цисковского сока. На входе 1,2 триллиона событий в сутки, на выходе 22 инцидента. И ведь надо уметь отсекать ложные срабатывания, причем не только фолс негатив, но и фолс позитив. И, соответственно, эта задача непростая. И когда сок строится на базе атомарных правил, или какие-то совершенно простые правила корреляции, разумеется, огромная нагрузка валится на аналитиков сока. И, соответственно, они под этим валом теряют свою эффективность, и инцидентов становится все больше и больше. Ущерб нарастает, несмотря на огромные вливания денежные в сок, который делает компания. Поэтому умение бороться с сложными срабатываниями и правильными корреляционными цепочками, и обогащение контекстом, и наличие сетевой карты, или CMDB, где у нас есть все активы, и обогащение данными об уязвимостях и данными от Среднтелла. Все это тоже некий признак грамотного, эффективного, зрелого сока, что выявляется в рамках аудита, который мы проводим, в рамках тех проектов, которыми занимаемся и в России, в странах СНГ, ну и, конечно же, за рубежом. Как я сказал, опыт у ЦИСКи достаточно богатый. На этом мне хотелось бы завершить свой доклад, поблагодарить всех участников, которые в течение трех часов слушали меня и Руслана Иванова с нашим видением отдельных аспектов, связанных с темой центров мониторинга безопасности реагирования на инциденты. Я повторю, что в январе мы будем проводить еще сок-марафон. Следите за нашими анонсами в различных соцсетях, которые там ведет ЦИСК или отдельные ее сотрудники. Если у вас появляются какие-то вопросы по тем решениям, которые мы анонсировали, либо услугам в области проектирования или аудита соков, которые мы называли, то, милости просим, есть e-mail, который вы видите на экране. И сегодня до конца дня мы подведем итоги розыгрыша призов. Уже есть как минимум один победитель точно, который смог ответить на все правильно вопросы, собрать ключевую фразу и оперативно отправить данные нам. Ну и, соответственно, мы посмотрим, кто еще смог ответить на эти вопросы. И до всех эти призы, либо умные колонки Яндекса, либо книжки по сокам, либо мерч ЦИСКовский будут доведены. Мы отправим их, соответственно, к курьерской службе. Либо, если вы находитесь в Москве, передадим лично, пожмем вам руку и поблагодарим вас за благое дело, правильный мониторинг и внимательность в рамках нашего эфира. И на этом мне хотелось бы завершить наш эфир. Большое вам спасибо, опять же, от меня и от Руслана Иванова. Спасибо, коллеги. Субтитры подогнал «Симон»!